Друзья, всем привет! Наконец-то стол освободился и можно его заснять в чистом виде, как он есть. Это поворотный стол для работы с бамперами. Двери и всякое остальное на нем неудобно. А вот бампера, это то, для чего он заточен. Поворотный стол по этой оси и влево-вправо. Влево-вправо нет необходимости, проверено на себе. То есть вот это вот смещение, но может быть кому-то нужно. Плюс он регулируется по высоте. Стол этот у меня уже два месяца. Реально это второй день, когда он стоит без ничего. Потому что вся работа выполнена. Стол компании N-Tools. Это польская компания от АПП. Сейчас померяем, покажу его основные размеры. Кому надо, пожалуйста, сделать. Можно, само собой, все вручную, самостоятельно. Что-то где-то упростить, может быть. Но главное, чтобы не потерялся функционал. Основные его характеристики, что он может делать. Позатяивали сильно. Сдвижение по ширине бампера. Куда там надо. Шире, уже. Они между собой меняются местами, если есть необходимость. Это раз. Далее. регулировка вот этого вот вылета зажимного по высоте. Куда нужно. И регулировка вылета самой планки. Она круглая, она крутится в квадратной трубе. На конце есть отверстие, если какие-то болты, либо же зажимные щипцы, они идут в комплекте с этим столом. Также еще эта планка отдельно может регулироваться по своему как она крутится и по вылету вверх-вниз. Реально все регулировки эти нужны. Не рекомендую, кто будет делать сам как-то их обходить. Надо действительно все. То есть получается тут разберу сейчас на составной части этот вылет, далее вот этот вылет и вот этот вылет. Здесь у нас на краю просто такая крутящаяся скоба, на которую одевается уплотнитель для труб пайки. И вот так все это выглядит. Та часть абсолютно симметричная. Это рукоятки для того, чтобы можно было здесь отпустить и какой-то левой или правой рукой его передерживать. Реально нужная вещь, короткими делать не стоит, потому что не всегда за этим можно схватиться. меряем самое основное, что у него есть. Очень удобно, что два колеса перекатили, оперли, стоит стол, стоит под небольшим наклоном, с него ничего не падает, проверено, ничего не отваливалось ни разу. Поехали, записывайте, кому интересно. 50 сантиметров длина металлической ноги, колесо 5,5 сантиметров, стоит на шпильке диаметром 8. Пяточка круглая диаметром 60. Есть. Такая нога абсолютно симметричная, вторая по размерам. Далее, угол наклона вот этот не знаю, ну, градусов так, 30. Длина этой ноги 40 сантиметров. Пятка, которая прикручивается 10 на 30. Трубы все 30 на 30. Ну, понятно, это чуть меньшего диаметра, чтобы друг друга входили, но тоже сами просчитайте. Это вытаскивается часть и регулируется по высоте. Регулировка в принципе не нужная, потому что мы ее раз выставили и оставили. У нас стационарная высота стола до его центра 80 получается. Реально говорю, регулировка в принципе не нужная, можно его так выставить и оставить, делать эту часть неразборной и вот эта регулировка нам вообще ни разу не понадобилась, поэтому можете ее выкидывать, делать вот эту трубу сплошную. Ширина стола поверху метр 10. Длина вот этих рычагов 33. Тут не суть важна, это именно руками крутить. Самый такой из механизмов, который надо либо передумать по-своему, либо полностью слезнуть вот этот радиус, но радиус я вам никак не померю, это вот этот механизм. Он выглядит следующим образом. Штифт палец, но я сейчас не смогу его повернуть, стол надо разбирать тогда от гайки. Тут есть упор, чтобы он не выпадал. Штифт, болт, в котором отверстие, и закручиваем и просто прижимаем дугу эту к столу. Все, больше тут ничего как бы военного нет. И он крутится, смещается туда, куда вам надо, здесь поджимается. Для этого пальца тут прорезь, если радиус не идеально ровный, чтобы был зазор, и он не клинил сам себя. Думаю, ничего сложного, да? Ну и ось, на которой он поворачивается. Идемте дальше. Самое-то главное, то, на чем регулируется все. Длина ее мне достаточно. 83 полная длина планки. Длина вот этой штуки опорной 20 реально сделана так, что ее, если вам вдруг она большая, можно этим краем, если надо еще ближе вовнутрь сместить, то есть, видите, она же не по оси сидит, не по центру. Можно сместить вот так, и вы вообще что-то узенькое можете закрепить, поэтому менять этот узел я бы не менял, я бы вот так и оставлял. высота от столешницы 18 от планки и тут 60 эта труба у нас 35 на 35 эта труба 25 на 25 понятно, барашки через гайку реализованы закручиваются, придавливаются. Идем дальше. планка переходная, та, которая ставится на вот это. 20 они все нарезали стандартно 20, то есть, они их нарубали все стандартными двадцатки и к ним потом просто приваривали, можно даже глянуть, что они все по заготовкам сделаны и это то же самое. Одевается он сюда, тут закручивается. Длина вот этого носика 17 длина вот этого носика тоже 17 то есть, он полностью входит в него до упора. Тут 20, как сказал и длина вот этой планки сделать ее 60 больше не нужно она всегда находится вот в таком состоянии неполноценно выдвинутом. Стол комфортный и удобный в работе как уже сказал постоянно находится в работе на нем всегда висят бампера можно не только окрашивать грунтовать но также перетирать грунт шпатлевку перетирать мы крепим на этот стол бампера когда снимаем с них лакокрасочное покрытие машинками он комфортно себя чувствует и нет никаких телепаний то есть бампер можно распилить очень четко и очень жестко одно только ночью у меня не хватает в этом комплекте это дополнительных распорок но мы сами сделали из обычных со столов отрезанные лишние куски то есть распираем буквы подставляем от обычных вертолетов подходят все эти крепухи по диаметрам все нормально упирается все нормально работает поэтому кому надо изобретайте велосипед велосипед как бы я показал вам как примерно выглядит давайте еще раз его по кругу обойду ну штука реально нужная и удобная всем пока